Часть вторая. Шут Сиватской. Всеволожский тоже интересный человек своего времени. Для большинства его современников он был знаменит только как безумный мод, который прожил в короткое время огромное состояние. Но в нем было и другое, за что его можно помянуть добром. Он жил как будто в каком-то иступлении или в чаду, который у него не проходил до тех пор, пока он не преобразился из миллионера в нищего. Личная роскошь Всеволожского была чрезвычайна. Он не только выписывал себе и своей супруге, урожденной Клушиной, все туалетные вещи и платья прямо из Парижа, но к нему оттуда же должны были спешно являться в Пензу французские рыбы и деликатесы, которыми он угощал кого попало. Он одинаково кормил деликатесами и тогдашнего пензенского губернатора Панчу Лидзила, меломана и зверя, и приказных его канцелярии, и дворянских сошек, из которых многие не умели положить себе на тарелки то, что им подносили. Пожилой буфетчик Всеволожского, служивший после его разорения у других таких же, как Всеволожский, обстоятельных людей, Данилевского и Савинского, говорил, «Бывало, подаешь заседателю французский паштет, а у самого слезы на руках рака падают. Видеть стыдно, как он все расковыряет, а взять не умеет. И шепнешь ему, бывало, ваше высокородие, не угодно ли я вам лучше икорки подам, а он и сам рад. Сделай, — говорит, — милость, я икру обожаю». Гостей этого рода часто нарочно спаивали, связывали, раздевали, клали живых в гробы и на гигбаб над ними стоять ставили, а потом кидали им что-нибудь в награду и изгоняли. Это делали и все, или почти все, и Всеволожский грешен такими забавами, может быть, даже меньше, чем другие. Но Всеволожский ввел ересь. Он стал заботиться, чтобы его крестьянам в селе Райском было лучше жить, чем они жили в Орловской губернии, откуда вы их вывели. Всеволожский приготовил к их приходу на новое место целую каменную деревню. О таких чистых и удобных помещениях и помышлять не могли орловские крестьяне, всегда живущие в беструбных избах. Все дома, приготовленные для крестьян в новой деревне, были одинаковой величины и сложены из хорошего пораженного кирпича с печами, трубами и полами под высокими черепичными крышами. Выведен был этот порядок в линию на горном берегу быстрого ручья, за которым шел дремучий бор с заповедными и клейменами в петровское время мачтовыми деревьями изумительной чистоты, примизны и роста. В этом бору было такое множество дичи и зверя, и такое изобилие всякой ягоды и белых грибов, что казалось, будто всего этого век есть и не переесть. Но орловские крестьяне, пришедшие в это раздолье из своей тесноты, где курицу и ту выпустить некуда, как увидали каменную деревню, так и уперлись, чтобы в ней не жить. Это, мол, что за выдумка? И деды наши не жили в камене, и мы не станем. Забраковали они новые дома, и тотчас же придумали, как им устроиться в своем вкусе. Благодаря чрезвычайной дешевизне строевого леса, здесь платили тогда за избиной сруб от 5 до 10 рублей. Переведенцы сейчас же из последних сил купили себе самые дешевенькие срубцы, приткнули их, где попало, на задах за каменными жильями, и стали в них жить без труб в тесноте и копоти, а свои просторные каменные дома определили ходить до ветру, что и исполняли. Не прошло одного месяца, как все домики прекрасной постройки были загажены, и новая деревня воняла так, что по ней нельзя было проехать без крайнего отвращения. Во всех окнах стекла были повыбиты, и оттуда валился мрад. По учреждении такого порядка на всех подтвержьях и ярмарках люди сообщали друг другу с радостью, что райские мужики своему барину каменную деревню всю запакостили. Люди отвечали «так ему и надо», «шу ты такая, чего выдумал», «вали ему еще на голову». За что они на него злобствовали, этого, я думаю, они и сами себе объяснить не могли, но только как они ощетинились, так и не приняли себе ни одного его благодеяния. Он, например, построил им в селе общую баню, в которую всем можно было бы ходить мыться, и завел школу, в которой хотел обучать грамоте мальчиков и девочек. Но крестьяне в баню ходить не стали, находя, что в ней будто ноги стынут, а в школе шумели «зачем нашим детям быть умнее отцов? Мы ли своим детям не родители? Наши ли сыновья не пьяницы?» Дворяне этому радовались, потому что если бы райские крестьяне приняли благодеяние своего помещика иначе, то это могло бы послужить вредным примером для других, которые продолжали жить как обры и долебы, образом звериным. Такого соблазнительного примера, разумеется, надо было остерегаться. Когда райский барин промотался и сбежал, его каменное село перешло с аукционного торга к двум владельцам, из которых по воле судьбы один был Александр Шкот, сын того самого Джеймса Шкота, который хотел научить пахать землю хорошими орудиями. Переход этот состоялся в начале 50-х. Тогда мужики в райском все сиватское уже обгадили на отделку, а сами задыхались и слепли в куренках. Селиванов в своей части села Райского оставил мужиков в куренках, но Шкот не мог это попереносить. Он не был филантроп и смотрел на крестьян прямо как на рабочую силу. Но он берег эту силу и сразу же учел, что потворствовать мужичьей прихоти нельзя, что множество слепых и удушных приносят ему большой экономический ущерб. Шкот стал уговаривать мужиков, чтобы они обчистили каменные дома и перешли в них жить. Но мужики взъерошились и объявили, что в тех домах жить нельзя. Им указали на дворовых, которые жили в каменных домах. «Мало ли, что подневольно делается», – отвечали крестьяне. «А мы не хотим. В каменном жить – это все равно, что острог. Захотел перегонять – так лучше прямо в острог и пусть сгонит. Мы все пойдем». От убеждений перешли к наказаниям. Кое-кого высекли. Но и это не помогло. А Шкоту через исправника, тоже из англичан, было сделано от Панчулидзева внушение, чтобы он их не раздражал. Шкот осердился и поехал к губернатору объясняться с желанием доказать, что он хотел сделать людям не злое, а доброе. И если наказал одного или двух, то без жестокости. Тогда как все без исключения другие наказывают без милосердия. Но Панчулидзев держал голову высоко и не дозволял себе ничего объяснять. С Шкотом он был знаком по музыке, так как Шкот хорошо играл на виланчели и участвовал в губернаторских симфонических концертах. Но тут он его даже не принял. Шкот написал Панчулидзеву дерзкое письмо, которого тот не мог никому показать, так как в нем упоминалось о прежних сношениях автора по должности главного управляющего имениями министра, перечислялись дары и указывались такие дела, за которые человеку надо бы не губернией править, а во строге сидеть. И Панчулидзев снес это письмо и ничего на него не ответил. Письмо содержало в себе много правды и послужило материалом для борьбы Зарина, окончившейся смещением Панчулидзева с губернаторства. Но тогда еще в загоне не верили, что что-нибудь подобное может случиться и расшевелить застоявшееся болото. Смелее прочих в сторону губернатора поддерживал дворянский предводитель, генерал Арапов, о котором тоже упоминалось в письме, как о нестерпимом самочинце. А генерал Арапов, в свою очередь, был славен и жил хорошо. В его доме на Лекарской улице был открытый стол и самые злые собаки, а при столе были свои писатели и поэты. Отсюда на Шкота пошли пасквили, а вслед за тем в Пензе была получена брошюра о том, как у нас в России все хорошо и просто, и сообразно нашему климату и вкусам, по привычкам нашего доброго народа. И что народ это понимает и ценит, и ничего лучшего себе не желает. Но, к сожалению, есть пустые люди, которые этого не видят в упор и выдумывают не знать для чего самые глупые и смешные выдумки. В пример была взята курная изба и показаны ее разнообразные удобства. Кажется, как будто она и не очень хороша, а на самом деле, если вникнуть, то она прекрасна, и жить в ней гораздо лучше, чем и в белой, а особенно ее совсем нельзя сравнить с избой каменной. Это вот уж гадость во всех отношениях. В куринке топлива идет мало, а тепло, как у Христа за пазухой. В воздухе чувствуется легкость. На широкой печи в ней способны и спать, и отогреться, и анучи, и лапки высушить, и велетье оттаять, и нечисть из курной избы бежит. Да и что теленок с овцой насмердят, во время топки все опять дверью вон выгоняет. Где же и как можно все это сделать в чистой горнице? А главное, что в курной избе хорошо, это сажа. Ни в каком другом краю теперь уже нету черной лоснящейся сажи на стенах крестьянского жилища. Везде это потеряно. А у нас еще есть. А от сажи не только никакая мелкая гадость в стене не водится, но эта сажа имеет очень важные врачебные свойства. И наши добрые мужички с великой пользой могут ее пить, смешивая с нашим простым добрым русским вином. Словом, в курной избе, по словам брошюры, было целое угодье. Русская партия торжествовала победу. Ничего нового не надо. Надо жить по старинке. В куринке и лечиться сажей. Часть 3. Лечение сажей. Англичанин громко смеялся. Мало им говорит, что люди в этой саже живут и слепнут, они еще хотят обучить их пить ее с водкой. Это преступление, говорит. Шкот сам умел стряпать брошюры. Это их англичанская такая страсть. И он поехал в Петербург, чтобы напечатать, как крестьяне слепнут и наживают удушья от курных изб. Но напечатать свою брошюру о том, что крестьяне слепнут, ему не удалось. А противная партия, случайно или нет, была поддержана в листке, который выходил в Петербурге под гербом за подписью редактора Бурнашова. Владимир Петрович Бурнашов скончался недавно в Мариинской больнице в Петербурге в возрасте очень преклонном. В последние годы жизни сотрудничал в изданиях и оставил много автобиографических заметок, которых было напечатано «Извлечение» в историческом вестнике. По его словам, вращаясь в литературных крумшах, он иногда служил и не одним литературным потребностям. Примечание автора. Рачением Бурнашова почти одновременно вышли две хозяйственные брошюры. Одна о благотворном врачебном действии коры и молодых побегов ясенево дерева, а другая о целебных собойствах лоснящейся сажи. Исправники и благочинные должны были содействовать распространению этих полезных брошюр. В брошюре о ясене сообщалось, что этим деревом можно обезопасить себя от ядовитых отрав и укушений гадами. Стоило только иметь при себе ясеневую палочку, и можно легко узнавать, где есть в земле хорошая вода. Щелоком из ясеневой коры стоит вымыть ошевудивевших детей, и они очистятся. Золою хорошо парить зачесы в хвостах у лошадей. Овцам в овчарню надо было только ставить ветку ясеня, и овцы ягнились гораздо плодущие, чем без ясеня. Бабам ясень унимал кровоток и еще делал много других вещей, про которые через столько лет трудно вспомнить. Но избенная лоснящаяся сажа превозносилась еще выше. В брошюре о саже, которая была гораздо объемистее брошюры о ясене, утвердительно говорилось, что ею, при благословении Божьем, можно излечивать почти все человеческие болезни, а особенно болезни женского пола. Нужна была только при этом сноровка, как согребать сажу, то есть скрести ее сверху вниз или, например, снизу вверх. От этого изменялись ее медицинские свойства. Собранная в одном направлении, она поднимала опавшее, а взятое иначе она опускала то, что надо понизить. А получать ее можно было только в русских курных избах и нигде иначе, так как нужна была сажа лоснящаяся, которая есть только в русских избах, на стенах, натертых мужичьими потными загорбками. Пушистая же или лохматая сажа целебных свойств не имела. На Западе такого добра уже нет, и Запад придет к нам в загон за нашей сажей, и от нас будет зависеть. Дать им нашей копоти или не давать. А цену, понятно, можем спросить, какую захотим. Конкурентов нам не будет. Это говорилось всерьез, и сажа наша прямо приравнивалась к ревеню и к алганному корню, с которыми она станет соперничать, а потом убьет их и сделается славой России во всем мире. Загон был доволен, а сатанилые и утратившие стыд и смысл люди стали расписывать, как лечиться сажей. Лоснящуюся сажу рекомендовалось разводить в вине и в воде и принимать ее внутрь людям всех возрастов, а особенно детям и женщинам. И кто может отважиться сказать, скольким людям это стоило жизни, но тем не менее брошюра о саже имела распространение. Радовались, что не послушались затейников и уберегли свои избы, а затейников бронили и порочили, и припоминали их в большом числе, перемешивая умных с безумными, с Пиранского и с Всеволжским. Помилуй Бог, если бы им тогда волю дали, что бы они наделали. На губернских балах той самой баснословной пензенской знати, которая столь обмелела, что кичилась своей араповщиной, между бесстыжими выходками всякой пошлости прославляли ум и чуткость русского земледельца, который не захотел жить в чистом доме. При этом разоренный и отсутствующий Всеволжский всякий раз был о смеям, и ни одному из благородных людей, явших его деликатесы, не пришло в голову отыскать его на мостовой, для которой он бил камни, и отдать ему хоть частицу тех денег, которые у него были заняты. Но его еще хотели сделать посмешищем на вечные времена.